Рождество Христово Духовного очага Крестовоздвиженского храма, вокруг которого происходит преображение запущенной и забытой людьми, но не богом, земли. Святой земли, являющейся миниатюрой центра вселенной Святого Иерусалима. Около полутора лет назад рядом с разрушенным храмом села Анина царило полное запустение. Сегодня территория храма расчищена, на особо сложных участках дороги насыпан битый кирпич, построена купель. При поддержке митрополита Рязанского Михайловского Марка собран сруб будущего храма. Наконец, официально зарегистрирована православная община. Важным этапом этой доброй истории станет возведение куполов и внутренняя отделка будущей часовни. Община официально зарегистрирована в Министерстве юстиции. Теперь дальнейшее что? Нам часовни надо до конца поднимать. Конечно, все это для нашего, это же не просто, чтобы было. В общем-то, для всех нас, чтобы духовно мы поднимались. А без храма никак. Протерей Сергий Орлов, являющийся благочинным 2-го Михайловского округа Рязанской епархии, стал завсегдатаем сборов Анинской общины. Вот и на этот раз, невзирая на мороз и заснеженность, он приехал из села Березово, странно приимный домик села Анина, чтобы поделиться своими впечатлениями о происходящем, укрепить дух участников этого светлого проекта. Рязанской области, Рязанской епархии, Московский патриархат. Вот так оно называется. Полное номинование православного прихода. И вот, конечно, это очень важное событие. Именно с этого надо начинать. Все коммуникации, открытие банковских счетов, изготовление печати. Это значит, что все дает вам право юридически действовать от лица прихода. Святые отцы нам говорили, когда приступают служить Господу Богу, то приготовь душу ко искушению. Без этого не бывает. Всегда искушение бывает. Мы без искушения не войдем в Царство Божие. Но я думаю, что благодать будет сопутствовать всегда. Любовь к вам в первом плане, что вот здесь христианская любовь. Вот все прощение, все понимание друг к другу. Вот это вы как раз должны с этого начать. Раньше первые христиане чем отличались? Именно этим они отличались, первые христиане. Они отдавали все себя. И не думали даже то, что для приобретения храма что-нибудь нужно, например. Они приносили все исполна, самое последнее. К ногам апостола, например. Что они имеют такую большую любовь. Я думаю, что отец Александр показал нам святыни, иконы для этого храма. Это очень хорошее начало. Очень благодатные иконы написаны в старинном стиле. Так что, дорогие друзья, всех вас поздравляю с началом-началом. Доброго дела, которым мы начали подвязать святую дверь. Протерия Александра Добродеев – главный инициатор проекта «Святое место». Приехал с матушкой Валентиной из Москвы сразу после собрания, и чаепития ему предстоял нелегкий путь в столицу. Но горячие желания двигаться вперед и созидать, вопреки морозам и тормозящим обстоятельствам, не остановили священнослужителя. И он с удовольствием поделился своими новыми идеями по ускорению процесса воздвижения куполов. У нас глава нашей церкви – Иисус Христос. Потом есть Патриарх. И после Патриарха самое близкое к этому месту лицо – это митрополит Марк, Рязанский и Михайловский. И все какие-то события, которые мы здесь будем совершать, мы теперь будем это все делать законно, без всяких каких-то там темных моментов, мы будем это все делать только с его благословением. Но самое главное, для чего мы все это делаем, это очень важно. Дело в том, что мы живем обычной жизнью, спим, едим, скотина, кто-то там занимается сельским хозяйством, кто-то еще книжки читает, иконы пишет. Но самое главное, все-таки в нашей жизни земной наличие духовной жизни. Вот это наличие духовной жизни в нашей обычной жизни – это очень важно. Без этого у нас ничего не получится. Вот если у нас не будет духовной жизни, не будет вот этой деятельности, то все вот эта наша затея, она не имеет никакого смысла вообще. Ну, батюшка Сергей, он образованный духовный человек, он знает, что такое духовная жизнь. Загоди, Александр. Здравствуйте. Вот тебе как раз кресло. Загоди меня, конечно, еще не хватает. Не, не, давай, ты у нас опоздавший. Нет, я не один, Колька сейчас на шеме сидит. Давай вы сюда. Давай сюда. Пусть посидит, а потом я его привезу. Да, ну, пока присаживайся. Не, я здесь краешка. Спасибо. Здравствуйте. Вот смотрите, вот обычно наша жизнь, и в ней должна быть духовная жизнь. Пусть она будет маленькая, пусть она будет такая совсем крошечная, но она должна быть. Духовная жизнь состоит из четырех вещей. Первое. Мы должны обязательно делать добрые дела. Доброделание должно быть. Должно какое-то быть действие у нас. Вот этим действием у нас будет наша земля. Мы ее будем, значит, какие-то поднимать, и так далее, и тому подобное. Второе. Друзья, Александр, ваше владелие, это покрустая. Да. Виноват. Виноват. Да. Ну, про фамилию целая история. По-другому отдельно расскажу. Я ее с детства получил, не менял. Так вот, вторая составляющая духовной жизни, это обязательно участие в таинствах церкви. То есть обязательно должно быть богослужение, обязательно должны быть таинства, исповедь, причастие, соборование. Там и так далее. То есть вот это главная составляющая духовной жизни. У нас пока здесь, знаете, пустое место. У нас старый храм разрушен, но он еще не построен. Но наша задача буквально в кратчайшее время помолиться Господу, чтобы Господь дал нам возможность закончить храм, и чтобы здесь началась литургическая жизнь. Вот это самое главное. Вот эта литургическая жизнь привлечет сюда все силы и духовные, и физические, и экономические силы, все финансовые силы. И мы тогда начнем здесь как-то возрождаться. Третья составляющая духовной жизни – это личная молитва. Личная молитва. Вот у нас в домах все есть, сейчас ломится от всего. Холодильники, телевизоры, там, чего-то только нет. Молитва должна быть в доме у каждого. Ежедневная, личная молитва должна быть. У нас почему-то на молитву времени не хватает. Мы так устаем, мы приходим, падаем. Какая там молитва? Значит, и все в доме есть. Да, понимаете? То есть в доме ничего нет практически. Если нет молитвы, значит, что нет? Это третье. И четвертое, что мы должны делать обязательно, это читать Евангелие с комментариями. Вот у нас Евангелие есть. Практически вот этот наш странно-примент дом – это молитвенный дом. Здесь вот можно приходить и читать Евангелие ежедневно. Вообще, это самая главная сила – это чтение Евангелия. Если мы будем здесь вот так вот читать, тогда у нас все будет. И электричество будет, и все что угодно. Чтобы вы знали, что такое духовная жизнь. Она у нас должна быть. И община для этой цели и создана. Чтобы вот эта жизнь у нас была. Чтобы мы здесь собирались и молились. И вот созидали своими руками. Вы увидите потом чудеса, которые будут исходить из наших действий. Просто, знаете, руку протянул, а оно все начинает свисти. Солнышко светит. Птички поют и так далее. Сертификаты бронзовые стоимостью в 100 рублей, серебряные в 500 рублей и золотые в 1000 предназначены для покупки их местными жителями. Взамен на свою благотворительность люди получат молитвы. Бронзовый сертификат – разовое поминание имени с вниманием, частицы в алтаре. Серебряный – 40 обеден. Золотое – годовое поминание. В память о своей жертве участнику благотворительности достанется красивый сертификат с его фамилией. Искушения и сложности преодолеваются этими людьми, сообща и с полным упованием на Бога, и горячей молитвой к Пресвятой Богородице, и всем святым. Чудесам, как и искушениям, нет конца. Доброе дело не стоит на месте. А святые дни рождественских святок преподносят очередные сюрпризы. Так мы познакомились с Александром Политовым, жителем Москвы, имеющим местные корни. Как оказалось, мама Александра – уроженка села Печерники, а отец – родом из Фирюлевки, где Александр в недалеком будущем собирается окончательно обосноваться. Сейчас, в общем-то, у меня там дача находится. И вообще мне, как отец Александр сказал, здесь место райска на самом деле. Очень нравится. Я бы с удовольствием поменял бы место жительства. Да, это село Москва на прекрасный город Анино-Рефирюлевка. В общем, на этот район. Потому что, как я говорю, город Москва – это не город для жизни, а город для выживания. Да, там вообще… Здесь белые дороги, там черные дороги. Конечно, конечно. Да, можете делать. Поэтому так вот получилось. И, в общем-то, я так постараюсь по возможности помогать. Я, скажем так, всю свою создательную жизнь занимаюсь тем, чтобы установить храм. Вот так получилось. И я бы хотел сказать, что мы купола будем делать не большие и не маленькие. Мы будем делать купола такие, какие должны быть на храме. А для того, чтобы сделать нормальные, надо, значит, не взять чертежи и просто подать архитектуру, который бы, ну, наверное, правильно. То есть, а потом, значит, от этого уже будем отталкиваться, делать расчетную смету и все. Обсудив все насущные вопросы, члены приходской общины села Анино дружно уселись за хлебосольный стол, полный постных яств. Только вот блюда, приготовленные золотыми ручками здешних мастериц-кулинарок, были настолько вкусны, что мы с трудом отличили их от скоромных. Чудеса, да и только. Первым попытался уехать отец Сергий, но его автомобиль застрял. И без помощи отца Александра и добрых людей ему бы не обойтись. Как, собственно, во всяком деле. Тем более, если оно доброе и во славу Божию, и жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok